Всем привет! На всех серверах русского Архейджа запустилось новое событие, потерявшееся посылки. И все игроки Архейджа на всех серверах ринулись в мираж. Вот здесь вот на побережье разработчиками было задумано разбрасывать коробки. Как видите, тут уже аншлаг. Коробки респятся у нас в определенных местах. То есть не надо бегать в панике и искать эти коробки, нужно просто посмотреть, где группируются люди и занять свое место. В общем-то, простая задача. Но тут есть свои нюансы. Важно правильно выбрать себе конкурента. Вот я, например, сразу встала там, где людей поменьше. Вот тут есть стоит один зеленый и один красный. Думаю, два человека, мне повезет. Встала к ним. Но, оба они оказались воинами. То есть ловкость у них запредельная. Соответственно, скорость удара или от чего там зависит разбивка коробки, я не знаю. Но мне было тяжело за ними успеть. Ну, терпения у меня на это дело пока не хватает. Поэтому я, наверное, минуты три попыталась посоперничать. Но и сдалась. Решила сменить точку. Нашла я себе. Ну, судя по посоху, наверное, это маг. В общем, мы с ней оказались равными соперниками. И, как видите, по потраченным очкам работы я что-то таки удавалось мне разбить. Но, тут оказался еще один нюанс. За одну коробку я тратила 10 очков работы. И потратив, ну, около 200 очков работы, я опять-таки сдалась. Сейчас у меня на мои очки работы огромные планы. В севере акюмные деревья поливаю. Ну, банки, так, пью, но тоже всему есть предел. Не хочется по 10 банок в сутки пить. Ну, в общем, я к чему это? Я потратила около 200 очков работы. И, на удивление, не достала вообще ничего. Вообще. Не то, чтобы там какую-нибудь няшку в виде чего-то у нас есть вкусного. Эфенский куб или какая-нибудь вкуснятина другая. Я даже корову не достала. Я не достала даже экологическое топливо. В принципе, ничего не достала. Многие потратили около 3000 очков работы. И достали там буквально 2 единички какие-то. Кто-то достал сундук. Но весь список, что мы можем получить, можно почитать на официальном сайте. Но, в принципе, я вам сейчас зачитаю самое такое интересное. Самое интересное, это у нас эфенский куб. Я думаю, все уже увидели его. Он, в отличие от магазинского, может рандомно от 5 до 14% поднять. Это, представьте, в 14%. Это же ух, как классно. Ну, саженец ахиумного дерева. Это можно и в мираже достать. Не такая уже редкость. Белый настенный флаг. Ну, так. Сундуки. Малый, средний, массивный. Можно дизайнеры для глайдеров. Красный дракон, махаон, летучая мышь, альбатрос. Постамент для болида даже можно достать. В общем-то, в принципе, они ввели, получается, все, что было в МЗшное. Точнее, донатерское. Все, что можно было купить в магазине, такое классное. Вот, типа, костюм труппы Оскара, стремительный лесной олень, глайдер Эншака. Ух ты, глайдер такой я еще не видела. Ну, в общем-то, они ввели много вкусных. Вы все эти вкусности можете более детально прочитать на их новостном сайте. Ну, что ж. Желаю всем потратить как можно меньше очков работы и получить как можно больше разных плюшек. Всем удачной игры. Подписывайтесь на наш канал и заходите в группу ВКонтакте. Всем пока!